Сегодня в нашей сессии участвуют эксперты, которые каждый день работают и с исследованиями, и с материалами, которые дают большое количество новых знаний, возможностей сделать в том числе наш российский спорт. Это смотрибельным, зрелищным, рекордным. И я хочу представить наших уважаемых экспертов. Это Олег Теплов, веб-инновации, генеральный директор. Эдуард Безуглов, главный врач национальной сборной России по футболу. Ирина Зеленкова, директор по спортивной науке инновационного центра Олимпийского комитета России. И Андрей Давидюк, инвестор, сооснователь моторика.орг и председатель союза Кибатлетики. В последнее время мы очень часто говорим о том, что спорт высших достижений, он пришел в какую-то стадию спорта крайних достижений. И дальнейшее движение спортсмена не только в России, но и за рубежом, он без технологии уже тяжело просматривается. И тому примером есть, собственно, прорывы, которые происходили буквально там последнее время, несколько лет, связанные с индивидуальными видами спорта, с видами спорта на выносливость. В этом году весь мир, собственно, отмечает десятилетие установления мирового рекорда на 100-метровке. В 2009 году Сейнболт установил его, 9,58. Вот последние 10 лет, собственно, ничего не происходит на этом поле. Но буквально прошлые выходные весь мир, который плюс-минус околоспортивный, наблюдал за тем, как человек впервые в мире преодолевает порог двух часов на марафонской дистанции, показывая абсолютно совершенно другие скорости, которые пока еще даже казались недостижимыми. И то, что мы смотрим, собственно, на основании большого количества исследований, что скорость человека за последние 100 лет, она, в принципе, не сильно увеличилась. Однако увеличилась выносливость благодаря технологиям, питанию, медицине, экипировке, восстановлению и так далее. Поэтому сегодня будем как раз говорить про те вещи, которые позволяют и любителям, и профессиональным спортсменам двинуться в сторону рекордов без допинга, с использованием технологий. И первое, я бы хотел дать слово, возможность Ирине Зеленковой поделиться своим видением то, куда сейчас движется наука. Потому что это одна из немногих наших экспертов, наиболее близко находящаяся, в хорошем смысле, к биоматериалу большого количества спортсменов, которые проходят тестирование и исследования в Олимпийском инновационном центре. Ирина, вам слово. Мне хотелось бы начать свою презентацию именно с вопроса в зал. Поднимите, пожалуйста, руки, кто считает, что мировые рекорды и максимальные достижения в спорте возможны без применения допинга. Мне очень нравится, что много на самом деле достаточно рук было поднято, потому что на предыдущей моей лекции по данной тематике как раз рук было не очень-то много, потому что, и это связано с тем, что очень много сейчас в прессе и очень много, в принципе, обсуждается вопросов, связанных с допингом и связанными с применениями запрещенных субстанций. И, соответственно, из-за этого складывается у большого количества людей, что все высокие результаты именно таким образом и достигаются. И это не совсем корректно. Я не буду отдельно останавливаться в презентации, потому что времени очень мало выделено на инновациях, которые используют, именно мы используем в своей практике, используют инновационный центр в работе с национальными командами страны. Я вас с удовольствием приглашаю в гости к нам в инновационный центр, посетить сайт инновационного центра, чтобы полностью ознакомиться с теми технологиями, которые мы используем. Но так как сегодня я начинаю эту сессию и моя презентация первая, мне хотелось бы в первую очередь именно обозначить какие-то идеологические моменты этой сложной и непростой темы. И сегодня, конечно же, мы будем много говорить о инновациях, мы будем много говорить о технологиях, мы будем много говорить о том, как достигать высокого результата. Но в первую очередь хочется подчеркнуть, что в принципе важен во всей этой истории сдвиг парадигмы, и об этом я подробно остановлюсь. Достижение высоких результатов должно быть базироваться на трех так называемых столпах, где мы с одной стороны, не только мы, то, что происходит сейчас во всем мире, работаем в сторону того, чтобы спортсмен не применял запрещенные субстанции, и конкуренция была чистая. И, соответственно, сейчас очень много исследований в антидопинге, буквально только вчера прочитала статью, что было выделено сразу несколько грантов на проекты всемирным антидопинговым агентством, связанные с искусственным интеллектом и использованием современных технологий в антидопинге. Есть отдельно большой очень проект по использованию генетических исследований в антидопинге, и, соответственно, сама система антидопинговая, она меняется, и она становится еще более точной, и может поймать нарушения, выявлять, еще более скрытой. И, соответственно, с одной стороны, мы должны улучшать систему антидопинга и улучшать образовательную часть процесса, чтобы спортсмен не думал о том, что можно применять запрещенные субстанции, и он не будет пойман, и все технологии должны быть впереди тех, кто хочет обманывать систему. А с другой стороны, мы должны предоставлять спортсменам именно альтернативы, какие технологии современные они могут использовать для того, чтобы оставаться в этике спорта, и внутри этой этики была здоровая конкуренция, честная, но при этом были технологии, это и спортивная медицина, и спортивная наука, биомеханика, спортивное питание, восстановление, которые бы позволяли спортсмену повысить результат без применения запрещенных субстанций, без того, чтобы наносить вред собственному здоровью, и чтобы существовать в легальном поле, и честно, и открыто соревноваться. Если мы рассмотрим, за счет каких блоков мы можем это достигать, соответственно, у нас есть также несколько основных параметров, которые здесь мы должны рассматривать. С одной стороны, спортсмен может заболевать, и это спортивная медицина, где мы работаем над его здоровьем и поддерживаем его состояние на высоком уровне, а с другой стороны, есть спортивная наука, где мы именно занимаемся поиском тех решений, исследованиями в сторону повышения работоспособностями, разрешенными методами. И вот как раз эти инновации в области спортивной науки очень часто объединяют понятия спортивной медицины и спортивная наука. На самом деле, это два таких больших отдельных направления. И, соответственно, с одной стороны, в спортивной медицине тоже есть большой люфт для повышения результатов за счет восстановления, за счет спортивной нутрициологии, а с другой стороны, в спортивной науке большой-большой блок, и о котором сегодня будем активно говорить, это и спортивная инженерия, и спортивная наука, занимающаяся именно оптимизацией нагрузки, оптимизацией тренировок, и оптимизацией индивидуализации процесса подхода к подготовке спортсмена высокой квалификации. Соответственно, вот все эти компоненты, такая многокомпонентная модель, которая нуждается в каждом своем осмыслении и применении инноваций в ежедневной практике. И, соответственно, мы в своей работе в Инновационном центре Олимпийского комитета России, как раз мы были и основаны с этой философией, что инновации должны быть непрерывными, и инновации должны постоянно внедряться в практику спортивной подготовки. Вы работаете с профессиональными спортсменами, а все-таки применение допинга среди любителей – это огромный рынок, в который приходят каждый год сотни, тысячи и миллионы людей по всему миру. И что там происходит? Есть ли у вас какое-то понимание? Я буквально вчера читала очень интересную статью, в которой очень правильная идея была заложена, чем выше уровень общества с точки зрения морали, тем меньше человеку хочется обманывать внутри этого общества. И, соответственно, так и есть. Если мы смотрим на скандинавские страны, где уровень в принципе в обществе моральный очень высокий, то там применение допинга даже в любительском спорте минимально. Есть, соответственно, конечно же, это не секрет, да, отдельная проблема применения допинга в любительском спорте, когда непрерывный тренировочный процесс заменяется какими-то вот такими шорткатами, хочется срезать до высокого хорошего результата. По статистике, по цифрам я приводить не буду сейчас, пока я по странам, где это большая проблема, а где меньше. Но, соответственно, это то, с чем тоже нужно работать, в том числе и нам, специалистам в спорте, и нужно объяснять людям, потому что любителю, чтобы показать, получить прирост своих результатов даже на 20-30%, не нужно применять допинг. Это достаточно просто грамотно, регулярно тренироваться, правильно выстроить свою, и мы тоже на своем же примере, в принципе, это показываем сами, занимаясь спортом, и видим на примере тех, с кем мы работаем, что получить большой прирост для любителя – это несложно, абсолютно просто тренируясь. Зачем они используют допинг, я не понимаю, честно. Я считаю, что используют пара зачастую по незнанию, потому что многие даже знают, что карнитин находится в списке запрещенных вадов, поэтому люди употребляют такую напитку. Мы изучали последние данные, и, собственно, мы понимаем, что он находится в списке, и просто исключили его из определенных витаминных составов. Это карнитин нет. Вот интересная информация. В США, так как они проводят ЮСАДА совместно с организаторами спортивных мероприятий, регулярное тестирование, они выявили, что до 40% любителей принимают допинг осознанно или неосознанно. На одном из стартов они взяли, самое главное, на триатлоне, они взяли пробы воды после того, как триатлеты ушли на плавательный этап. Выяснилось, что там было обнаружено все, от опиоидов до кокаина и так далее. И выяснилось, что они просто вот таким образом правильно настраиваются. В общем, ладно, это небольшое отступление было. Слава богу, это какой, что они мочатся в лотбол. Еще можно добавить, отдельная большая проблема как раз с добавками, что и мы сталкиваемся как специалисты в сфере спортивной медицины, что очень много добавок не указывают то, что в них содержатся запрещенные субстанции для того, чтобы скрытый эффект от их добавок был лучше, чем от добавок конкурентов. Поэтому это тоже отдельная, на самом деле, большая проблема. Я бы добавил один вывод здесь. Дело в том, что, опять же, на примере Соединенных Штатов Америки есть федеральная программа, по которой ЮСАДА работает со всеми организаторами спортивных мероприятий, связанных с выносливостью. В частности, есть федеральная программа ЮСАДА и Айронмен, где они компенсируют пробы. В России у нас средняя проба стоит 50 тысяч рублей, поэтому на любительских стартах такой статьи расходов нет вообще. Можете себе представить, что творится у нас, если бы такая программа была? Ну, то есть, хотя бы, по крайней мере, собрать статистику с употребления допинга с обычных людей. Но пока этого нет. Именно по этой причине они как раз стараются интегрироваться абсолютно во все старты, чтобы собрать данные. Но при этом каждый участник подписывает обычно такое табло «I am true», «я честный». Ну, бывает не так. Ну, у меня как раз спортсмены, которые в этом году участвовали в Айронмене, взяли на допинг. И было очень интересно, что достаточно большая выборка людей была взята в этом году. У меня в прошлом году брали на допинг, честно, на этапе Камера в Швейцарии. И мне было страшно, потому что я не знал, ну, все, слава богу, чисто оказалось. Но просто когда мы питаемся и восстанавливаемся, используем определенные продукты, те же самые БАДы, ты не знаешь, что там может оказаться. Но мне очень нравится, на самом деле, ментальный подход спортсменов, которые сейчас, это новое поколение, которые говорят, возьмите меня на допинг, возьмите еще меня на допинг, выкладывают во все социальные сети и говорят, я чистый. И они этим гордятся. И это очень правильно тоже. Это очень хорошо. Эдуард, с твоего позволения передам тебе слово, потому что ты работаешь с другого качества биоматериалами, которые должны показывать. И, в общем, там огромная миллионная армия затем смотрит, что мы видим в игре на поле. Все-таки твоя основа – это медицина, верно? И то, что вы пытаетесь сделать как раз для работы с профессиональными спортсменами, имеет научную основу. Хотелось бы с этой стороны зайти, а потом твою личную точку зрения на возможные рекорды в будущем за счет биохакинга и без допинга. Футбол – это такая среда, где очень много денег. Ну, и ФАФ, и ФАФ – это, наверное, две самые богатые организации в мире. И все наши суперкомпании российские и так далее, и мне не снились эти доходы, потому что футбол – действительно самая популярная игра, она как-то правильно продвигает. Футболом занимается только в России, по данным Минспорта. Он их может делить на три, но тем не менее, он цифры большие. По данным Минспорта около трех миллионов человек. Ну, понятно, там все, как бабушек и дедушек привязали. Ну, миллион точно занимается. В мире занимается более 260 миллионов человек. Сейчас, наверное, еще больше из них, там, больше половины детей. Поэтому денег много, соответственно, много кого? Много очень аферистов. Вот я за 12 лет работал в футболе, причем, ну, так получилось, что сразу играл, работал в годных командах. Локомотив, Анжи, там, времен Рассвета, сборная России по футболу. Видел там кучу тренеров и так далее, функционеров. Сколько же было аферистов вокруг футбола? Ну, кто только что не предлагал? Называя это, дискредитируя слово, инновациями, называя, то есть, ну, иногда это обычная чушь была. Поэтому у нас в футболе, честно скажу, это отношение такое, простое. Когда мы говорим где-то о новат, инновациях, они, несомненно, есть. Несомненно, есть. Но если вот Ирина в этой теме хорошо разбирается, коллеги, у нас со времен Великой Октябрьской революции, Великой Октябрьской революции, можете со времен крепостного права отмены считать, в журналах уровня топ-30 мирового рейтинга публиковано 6 статей по спортивной медицине. 6. Более чем за 100 лет. И когда кто-то говорит про инновации, кстати, у Ирины в этом году вышла одна статья в подобном журнале, да, да, ну, должна выйти, ну, две вышло статьи. Ну, то есть... Нет, это то, что у нас данные, это включительно по 18-й год. Все, друзья, у китайцев их тысячи, у англичан сотни тысяч. Мы вообще о чем говорим? Какие инновации? Спорт высших достижений – это действительно штучный товар. Нам бы спать начать, правильно питаться, не уничтожать детей самодурством. Нам говорит тренер из Веса, знаете, я вот ваши лекции слушал, слушал, читал, читал. Думаю, ну, городской шумасшедший, что там-то сопля зеленая, понимаешь, там, пришла в футбол 26 лет, там, лекции читаешь. А вот все же решил гусиный шаг убрать из тренировочек. Гусиный шаг в 21 веке, по диагонали они вот так ходили, тренировав гусиным шагом. Знаете, у меня за последних 6 лет нет ни одного мениска, да, только каждый год по 7 раз операции делали. Аллилуйя. Это инновация отсутствия, потому что он понял, что гусиный шаг вреден. Ну, наверное, инновация. То же самое по допингу. Друзья, на футболе ни один врач в футболе, который был хоть каким-то боком замешан, не всегда они были врачи виноваты, поверьте. У нас скандалов, ну, пробы мировые, пробы мирового спорта полтора 2%. Вне олимпийских видов спорта побольше. Кстати, самое большое количество проб в 2018 году было положительных. Кто угадает вид спорта, сегодня хорошее подарю. В 2018 году в каком виде спорта можете два вида спорта набрать, самое большое количество позитивных проб. Нет, не олимпийских. Друзья, если бы я знал бы, что так просто ответить, я бы не знал вопрос. Ну, легкое ответить. Нет, в бридже и в бильярде. Поэтому 1,5-2% в олимпийских спорта чуть побольше. В не олимпийских спорта, в мировом футболе, больше всего проб берется в футболе. 40 тысяч проб. Я думаю, что они там, когда пробуют, чаще всего на бета-блокаторы, там люди, может, пожилые, бета-блокаторы, глядя, много лет были запрещены. Так же, как, кстати, и в покере, где в эфирансе, там тоже допинг-контроль есть, достаточно жесткий, там тоже проба положительная есть. Ну, да, то есть, условно, да, в покере... Я уже не зря пришел, так понял, да? Да, в покере, покер-фейс, да, как раз бета-блокаторы помогают его сохранять. И в чарлидинге, кстати, тоже допинг-контроль есть. То есть он есть везде. Он в сквош есть, он везде есть. Просто мы об этом не знаем. И больше всего про берется в футболе мировом. 40 тысяч про, около 40 тысяч каждый год. Второе место для левых атлетиков, велоспорт, плавание. Про в футболе мировом 0,4%. Там даже структура другая, нарушение. Там не наоблические сироиды на первом месте, там психостимуляторы, глюкортикоиды идут. В российском футболе даже не 0,4%, 0,1% и меньше. Но не потому, что мы там такие молодцы, не молодцы, но просто нас относительно немного футбола. Ну, там, три лиги-то несчастных, для левых атлетов еще меньше. Я искренне не понимаю, как нашу телевых атлетику несчастную уничтожают, все, кому не попадя. Каждый год на первом месте легкое атлетиковое количество позитивных проб. Ну, я бы не знаю, я бы, честно говоря, под затыльниками загонял бы их, и все, не было бы тех проб. Сидят, старые. Ну, это же зависит, ну, тут не надо инноваций. Здесь надо одного человека наказать. У нас девочки 17-летнюю наказывают по четырем препаратам, в том числе гормон роста, мельдонии, анаблические стероиды. Мастер спорта из Смоленской девочка приехала. Она говорит, не знаю откуда, ой-ой, не знаю, не знаю. Тренер говорит, ветром надуло, провокация. Обама, наверное, тоже нашли. В том же происке американцев. В итоге девочка сейчас в Смоленске работает, там где она, она в пятерочке будет работать, тренер продолжает тренировать дальше. Все. У него ничего в жизни не поменялось. Ну, не проскочил, бывает. Попробуйте купить анаблический стероид в интернете. Попробуйте купить. Быстро купите стероиды анаблический стероид. Ну, попробуйте купить. Попробуйте схему эту найти. Они же где-то схемы, что им где-то навеяло эту схему. С мельдониям. В год, когда его запретили, 700 проб было положительных. В прошлом году 82 проба положительных на мельдонии. Восемь в прошлом году уже знают все. Уже синие-зеленые водоросли в Саргасово море знают, что он запрещен. 82 пробы. Ну, идиоты. Мы говорим о инновациях. У нас до сих пор руководство трамматологии болезни, травмы мышеч, частично. Весь мир там. Плазма, мезонимиальные клетки, инновация, инструктивная магнитотерапия. У нас 4-6 месяцев задняя лангета, иммобилизация. Какая инновация нужна, чтобы со времен Великой Революции перепечатывают одно и то же ересь, ересь, опасную для здоровья и жизни. Нужна там для этого инновация? Ну, окей. Сбон России по футболу. Ну, относительно удачно выступил в начале мира по футболу. Но для нас, ну, понятно, нам всем приятно, выступили хорошо, там всех порадовали, сами порадовались, получили премиальные неплохие. И все, все хорошо. Все, все, поди плохо, да? На А4 засмотрим. После этого, ну, мне ссылок прислали. Ну, вот все эти аферисты, оказывается, на лекции по висцеральному массажу сообщали, что вот вся сборная России пользуется висцеральным массажем. Потом на лекции про водородную воду, оказывается, вся сборная России пила водородную воду. И вот эта инновация помогла. Висцеральный массаж помог. Оказывается, кто-то применял какие-то стельки специальные только по этому сборной России. Я, правда, об этом вообще знать не знал, но тем не менее. Приезжают в сборники. Ну, опять же, это данные есть. Мы, кстати, статью тоже в этом году выпустим. Вся сборная России по футболу до сбора играет игру. Вот сейчас как раз все сможет, да? Вот смотрите, как происходит контроль. Ну, вот сейчас весь мир, весь мир, ну, то есть есть контроль. У нас в России инстатом считают пробег, тоже не зато стандарт, но в разных странах раз где-то опта, где-то стандарт, где-то инстат и так далее. Мы считаем пробеги и так далее. Весь мир играет в футбол как? Остановился, ускорился, остановился, ускорился. У нас как? Труса, ускорился, но не так сильно, как надо было. Труса, то есть весь мир стоит, взрывается, стоит, взрывается. Сборная пошла по этому пути. Нервничество тоже построили по этому пути. Одна тренировка в день, не три, не пять. У нас есть команда, где-то сих пор тренируются пять раз в день. Ему, где он это прочитал? Мифические записки Лобановского, да, там, условно, там, все, все же по ним, по конспектам учатся, все до сих пор. Зборная сеть тренировалась. У нас опять же все данные есть, они на открытом доступе, потому что здесь ничего секретов нет. Одна тренировка в день, средняя продолжительность 69 минут. 69 минут. Все, один раз в день. Приезжает один из школов декоративного спорта, тренировку, но это было до чего-то мира, когда мы считали, еще городинами, кривоногами, тогда еще никто не заложил, такие молодцы. И говорит, а когда тренировка закончится в Новогорске? Я говорю, ну, там, минут через 15. А долго тренируется уже? Я говорю, час. Что, всего 75 минут тренируются? Я говорю, ну да. А он, бывший спортсмен. Вот. Он говорит, вот они поэтому так и играют, так мало тренируются. Я говорю, вот мы тренировались по пять часов. Ну, как мозгов, когда нет, можно и сутки тренироваться, ну, все, тем более. Но не надо тренироваться сутки. Не надо, 69 минут. И у нас получается... мы откуда берем все-таки лучшие практики? Например, для твоей работы и работы с командой. Ты наверняка много приносишь и привозишь и говоришь, что уже нового произошло и поменялось. Ну, вот смотрите, индекс РПЕ, субъективная усталость. Новая практика или нет? Ну, Ирина скажет, какая она новая? Кто в зале слышит про этот индекс? Просто руку поднимите. Ну, Зоткин слышал его, еще бы не... Все, все, и поверьте, среди тренеров, ну, это не ваша профессия знать об этом, такое же количество бы рук было, поверьте. Есть программа про твакет травматизм 11+, FIFA. 20 лет уже, уже куча метаанализов. Говорят, ребята, снижает травматизм 30% в реале в Челси, в Барселоне. Идет конференция по детскому футболу. 300 человек из всей страны приехали, заплатили деньги, то есть долетели, не согнали бюджетников, как обычно происходит. Кто слышал про эту программу, применять в работе не надо, просто услышали 11 рук. Кто применяет, два подняли, мы хоть хотели, руководство сказал, блажен, не занимайтесь, не надо. Инновация, инновация. РПЕ, знаете, в чем заключается? Причем это считается, Ирина не даст соврать. Самым точным способом дозирования и ретроспективного национального очень нагружения не было перетенированности, которые до сих пор никто не может толком определить, что такое перетенированность, не могут определить. А мы все ее лечим, а ее определить не могут. Знаете, как определяется? Вы выходите с поля, вы спрашиваете, определиться уставалось от 1 балла, ну от 0, невносимо легко, до 10, невносимо тяжело. 4 балла, там 5 баллов, и весь мир это делает уже 15 лет. Инновация? Ну, если в России можно заказать, как инновация. Вот у нас биимпеданс. Инновация, но весь мир это нерелевантная методика. Никому, где в мире не публикуете никакие свои данные по биимпедансу, потому что там ни одной статьи в топ-журнале топ-30 по биимпедансу нет и быть не может. Потому что весь мир определяет с помощью эргенографии и динцитометрии. Весь мир даже не обсуждается. Вот мы даже с этим спорим ни Италии, ни Франции. Нет таких методик. Мы это используем. В космосе, в реанимации, это текст, олимпийских сборных, тексты известен, это все нормально. Мы тексты знаем, мы хорошо с ними дружим, у них претензий к нам нет, никаких, кстати. Мы тоже используем. Можно подробнее резюме, потому что мы, я понимаю, что я не остановлю, но мы не будем делать. Нам надо начать не инновации должны. Вот сейчас, сейчас все инновации в спорте, в российском спорте, давайте так назовем, они на десятилетие опережают фактическое состояние дел. Нам бы инновации назад вернуть и разобраться, внедрить инновации в то, что у нас есть. Не в светлом будущем, когда мы Лигу чемпионов будем выигрывать, а в этом болотце бы разобраться бы. У нас... Хочешь сказать и в людях? Болотце. Люди-то у нас нормальные. Они просто этого не знают. Но если человек не знает этого, как он может понимать в работе? Давайте обучим хотя бы. У нас до сих пор на тренингских курсах учат. Не надо пить, потому что надо терпеть. Хорошо. Эдуард, спасибо огромное. Давайте поаплодируем. На самом деле, эмоционально, ярко. Наболело, наболело. Я молодец. Мне кажется, в принципе, такие мероприятия, встречи, возможности высказать для того, чтобы эта мысль не ушла, но ушла в правильном направлении, есть люди, которые подхватывают. И обязательно, если не озвучивать такие проблемные точки, они никогда не поменяются. Андрей Довидюк, я хочу сейчас тебе передать слово. В 2016 году, когда мы познакомились, Андрей тогда был уже инвестором моторика.орг, и мы сошлись в диалоге о том, как может развиваться индустрия, в которой находится большое количество инженерных команд, разрабатывающих высокотехнологичные средства реабилитации для людей, которых причислили к категории люди с ограниченными возможностями. И я помню, что проскользнуло несколько важных тезисов. Первое, эта индустрия в нашей стране не будет развиваться. Почему? Потому что мы, обычные люди, которые находятся в этой аудитории, ленивые. просто по природе. А если у нас во взрослом возрасте забрали ручку или ножку, то мы становимся в 10 раз ленивее, и предложить таким людям пользоваться новыми технологиями крайне сложно. Но выход был в следующем, что все эти люди потенциальные спортсмены. И таким же, как и обычным, им для того, чтобы начать применять спортивное питание, реабилитацию, покупать спортивную экипировку и так далее, нужны цели. Возникла идея создания кибатлетики, соревнования среди киборгов на рынке, где у нас в России 13,5 миллионов россиян, потенциальных пилотов и спортсменов. Это была идея. И сейчас эта идея живет. Да. Я бы хотел тебя попросить нас посвятить собственно в то, откуда пришли эти киборги, и есть ли там биохакинг и будущее, в котором люди будут жить без допинга. Моторика производит инновационные протезы рук и окунувшись в эту среду, мы увидели, что есть целый ряд задач, которые те, для кого мы это делаем, не хотят использовать. Мы подумали, что только про руки такая история, потом про ноги узнали, про парализованных людей, про нейроинтерфейсы и задумались в это время в Цюрихе в 16-м году впервые провели чемпионат мира среди людей киборгов. Итак, моторика начинала с протезов рук и погружаясь в этот сегмент, в этот рынок, понимая, где еще клиенты наши, мы задумались и узнали, что никто не хочет этим заниматься. Поехали в Цюрих узнать, кто такие киборги. Киборги, такое слово интересное, кибернетика и органика. Роботизированные протезы рук, ног, нейроинтерфейсы для управления всем этим, это уже элементы кибернетики, мы органика, соединили одно с другим, получили киборга. Ну, такой хороший мем, хороший смысл для людей с инвалидностью по-другому себя ощутить. Сейчас маленькая справка, Всемирная организация здравоохранения в 16-й год выпускает отчет от 9 до 13 процентов населения каждых стран люди с инвалидностью. Их же прогноз к 50-му году 20 процентов населения Земли люди с инвалидностью. С учетом того, что по прогнозу населения к 50-му году 9-10 миллиардов, то у нас растет число людей с инвалидностью и в абсолютном, и в относительном исчислении. Итак, мы предложили этим людям ощущать себя по-другому, ощущать себя киборгами и поехали на чемпионат. По факту есть еще одна вещь, о которой мы не задумывались. Треть жизни мы спим, треть жизни мы работаем и примерно треть жизни это быт. Что такое быт? Быт это одеться, раздеться, включить воду, настроить, пробежать, ступеньки, экскалатор, просто ходить. Мы, например, с вами этого не замечаем, но, как я сказал, до 20% в скором будущем люди с этим будут сталкиваться. И вот появилась идея проводить состязание по бытовым задачам. Люди с инвалидностью берут роботизированные протезы рук, ног, нейроинтерфейсы для управления аватарами, экзоскелетами, электроколяски и на трассе, которые иметь каждодневные действия, их выполняют. Вот если мне так здорово везет и видео есть, я бы попросил его включить. Это видео как раз с Тюриха. 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 Спасибо. И теперь, наверное, эти соревнования сейчас выглядят не очень затейливо и не очень увлекающе, но они напоминают, например, мне первые заезды автомобилей 1800, конца 19-го столетия первых автомобилей. Развитие автомобильного спорта служило переносу технологий безопасности, экономичности, управляемости в повседневную деятельность. Мы предполагаем, что развитие средств реабилитации позволит это сделать новым видом спорта, вовлекать как можно большее количество людей с инвалидностью, и по мере этого мы будем усложнять. Андрей, человек, с которым крайне интересно обсуждать про будущее, я помню вопрос к тебе, как будет выглядеть Олимпиада 2040 года, возник ответ состоящий из трех категорий спортсменов. Натуралы, мутанты и гиберы. И обычно в 2019 году люди улыбаются, что это ерунда вообще. На самом деле выясняется, что все эти три категории спортсменов уже есть. Просто неклассифицированные мутанты, генно-модифицированные спортсмены, которые приняли решение модернизировать один из генов, отвечающий за выносливость, за прочность костей, за вырабатывание железа в организме, что угодно. Натуралы – это те, которые приняли решение ничего не делать со своим организмом, а остаться в том состоянии, в котором они есть. Это мы. И киборги – это люди, которые благодаря новым технологиям, в принципе, могут даже показать более зрелищный им спорт. Писториус был одним из первых, кто добился того, что он пробежал с обычными людьми на своих лезвиях парень, у которого двукратная ампутация ног. И он восстановился, кстати, во всемирной левокатлической ассоциации, свой результат, который пытался его оспорить, что он это сделал не по правилам международной ассоциации левокатлетики. Ты по-прежнему веришь, что Олимпиада 2040 года будет состоять из категорий, которых мы перечислили? Дурал, Мутанты и Киброги. Ну, конечно, я в это верю и даже действую в эту сторону. Вот я хотел бы узнать, что ты делаешь для этого? Ну, вчера мы были в Министерстве спорта и начинаем цикл действий по регистрации такой дисциплины, последующего вида спорта, создания федерации. Нам предстоит создать еще и международную федерацию, потому что такой пока нет. И вопрос времени, когда в Олимпийский комитет поедем и предложим эту историю, чтобы в 1940 году отдельным элементом это стало. Какая помощь нужна? Никакая. Нет, неправда. Мне нужна только помощь президента, но я думаю, что я с ним скоро переговорю. Хорошо, то есть это звучит уже как декларация и обещание. Ну, отлично, я хочу тебе пожелать действительно добиться всех поставленных целей и зарегистрировать Международную федерацию кибератлетики, а также российскую, ну и я надеюсь, что все-таки будущее создают суверный музей. Спасибо. Да, спасибо тебе. Давайте поаплодируем, Андрей. Олег Теплов. Человек, я говорю, тут количество железа чуть-чуть зашкаливает с этих сторон, да? Человек недавно буквально преодолел свою первую железную дистанцию Ironman. Да. Я уверен, что это только начало. Это только начало. Вы знаете, почему? Пять дней назад был установлен новый мировой рекорд на 20-кратном Ironman. Его сделал Райтер Аттасеп, парень из Эстонии, юрист, семья, двое детей, в общем, предприниматель. Но он не остановился, он продолжил. Вчера он сделал 25-й Ironman, и до этого все 24 он делал за 11.30. Марафон 3.20-3.25 каждый день, со средним пульсом 110-1.15. Но он закончит свою гонку в начале ноября, когда он финиширует 40-кратный Ironman. И установит новый мировой рекорд. Вот мы договорились, что мы сегодня резюмируем нашу сессию. Да. Происходят события, которые уже не лежат в плоскости профессионального спорта. Кипчоги один пробежал марафон из двух часов. Ну, я в том плане, команда огромная работала, но он стал один. Этот парень в отрыве от каких-то официальных больших стартов, но при огромной команде собирается пробить планку, за которую еще не ходил человек нормальный, из офиса, по крайней мере. Технологии, биохакинг, без допинга, в будущем, с вашей точки зрения, как генерального директора веб-инновации, есть там, в будущем? Я хочу, наверное, прежде чем мы перейдем к тому, что в будущем, сказать, что уже это и так есть. Это уже среди нас. И некоторые из нас даже этим пользуются. Но просто пару комментариев про то, о чем говорили мои предыдущие коллеги. По поводу высоких моралей. Я считаю, что на самом деле российское триатлонное сообщество, оно высокоморальное, и у нас нельзя найти столько добавок на стартах наших серий. Поэтому мы здесь будем, наверное, в минимальных историях. Второй пример, о котором сказал Эдуард, ну, может быть, естественным путем они придут, когда мы в Сочи плывем, но тем не менее. О котором сказал Эдуард. Я на самом деле здесь полностью согласен. Ну, у меня просто сын занимается футболом. И буквально на прошлой неделе мы проводили один из этапов осенней лиги. И знаете, что я сфотографировал на одной из баз спортсменов для молодежи, чтобы показывать этим ребятам, которые только что начинают тренироваться и думают, какими они станут крутыми футболистами. Я сфотографировал два плаката. Медицинская стация Российского футбольного союза. Как нужно восстанавливаться и как нужно питаться. Это прям вот сто процентов попадания, и мы сейчас со своими тренерами в этом всем идем. Третье – это как раз правильное обучение при применении новых технологий здесь. И у нас есть много инновационных решений, как обучение даже для такого формата, как тренера, сделать интересным, удобным и без отрыва от производства. На это целое направление по названию AdTech работает. Семинары онлайн и так далее – это все возможно, это все есть применимо. И четвертое – как раз то, что с Андреем обсуждали. Да, человек пробежал на двух процессах в марафон, но буквально две недели назад на чемпионате мира на коне был первый. Три атлет, пара олимпийц, который пробежал полный аренмен, и беговой этап он пробежал на ногах, а не проехал его на велосипеде, как обычно это делается. И это был единственный человек, который это сделал. То есть он показал, что он один, он обычный пожарный из какого-то штата американского, но он это сделал. И возвращаясь к теме дискуссии, я смотрю на спорт высоких достижений как на огромный цветник новых технологий, которые можно брать и привносить в обычную жизнь. Да, Кипчоги пробежал из двух часов, но на последнем московском марафоне программист из Яндекса сделал 2.18. Казалось бы. Я вижу, тут Эдуард Йорзает. Мы прошлую субботу Искандеру Эдгару задали вопрос, он профессиональный спортсмен или все-таки любитель? Почему? Мы задали вопрос, расскажи свой рабочий день, как ты ходишь туда на работу, как ты работаешь. Нет, все-таки он честно сказал, что он ближе уже к профессиональному спорту, и он смотрит в этом направлении. Но это переход человека... Ну, слава Богу, он признал, да, тот человек выступает на первенстве МВД в Казани, да, за милицию бежит, да, и в Яндексе работает. В милиции, в принципе, все киборги, да, в полиции. Да, и в Яндексе, да, как раз нашли друг друга. И таких примеров есть очень много. То есть любители, которые просто участвуют в любительских чемпионатах, или, ну, там, мой пример, триатлеты, которые участвуют не в про-сессии, а в обычной эйдж-группе, пользуются теми плодами спорта высоких достижений, который уже там прижился, он уже является нормой. Но для обычных людей, для популяризации спорта, это и есть как раз инновация. И это одна сторона медали, когда мы можем бороться, как венчурные фонды, как финансовые организации, и привносить эти технологии в обычную жизнь людей. Ну, пример простой. Я еду триатлон на велосипеде, у меня стоят обычные колеса, я еду за скорость, там, 35 километров. Я ставлю себе диск сзади, я еду на скорость, там, 40-45. Это биохакинг отчасти, но это технологии, которые уже есть в спорте. То же самое наши партнеры, большие международные корпорации. Если раньше они делали инновации, которые требуют достаточно серьезного финансирования, основываясь на том, что они сделают инновацию и отчасти сделают ее двойного назначения, чтобы сделать суперсолдат, кибергов и так далее, то сейчас это уходит как раз в спорт массовых достижений. И кто не хочет бегать в кроссовках кипчоги? Все хотят. Треть московского марафона бежала в этих кроссовках. Да, только я услышал, что их хотят запретить как не фармацевтический допинг. Маркетологи. Маркетологи, чтобы больше продать. Поэтому такие решения, они как раз интересны для обычных людей. И мы как венчурный фонд, который радеет за то, чтобы у нас популяризировался и спорт, и вообще жизнь в городе обычных людей была комфортной, интересной не только по дороге домой на работу, но и еще в хобби, которые занимают одну треть жизни, а хобби это в большей степени спорт на сегодняшний день, по крайней мере в Москве, чтобы они пользовались плодами спорта высоких достижений. И вот этот переход от спорта высоких достижений в обычную жизнь, это и является потенциалом серьезного роста не только тех, кто находится в спорте высоких достижений, но и обычных предпринимателей, тех же инноваторов. Да, и примеры российского олимпийского инновационного центра есть. Дети обычные, маленькие, приходят на улицу Советской Армии и тестируются в возрасте 7 лет по тем приборам, на тех устройствах, которые используют профессиональные спортсмены, а какой спорт они хотят выбрать в будущем, не просто потому, что их хотят, а потому что у них физиономика, психика и другие части тела наиболее структурированы для того, чтобы это было в этом спорте. Когда у тебя пропорции тела одни, ты лучше будешь плавать, когда у тебя пропорции тела другие. У ваших друзей и знакомых эти тесты проходил? У меня трое детей, все мои трое детей прошли эти тесты. И вы, и вы, и вы, и вы тестами довольны? Именно так. Все слышал? Да, именно так. Потому что, мне сказали, вот ваш первый сын, он больше футболист-вратарь, потому что у него скорость реакции другая, а не индивидуальный партнер. А вот второй ваш сын, он больше индивидуальный, потому что он взрывной и так далее, и отдайте в другой спорт. Это результаты спорта высоких достижений, которые уже пришли в обычный мир. И мне, как венчурную инвесту, просто нужно ходить по этим грозням, снимать ягоды и выдавать их в обычный мир. Ну, где-то так-то. Да, Олег, спасибо огромное. Я, знаете, недавно с огромным, прямо на одном дыхании посмотрел фильм «В поисках превосходства». Это документальный фильм, где интервьюируют нескольких спортсменов, и, в частности, Уэйна Грецкий. И он говорит, что в будущем не будет этих достижений, не будет этих рекордов, потому что родители современного ребенка стали заложником, вернее, извозчиком его, этого ребенка, по тем интересам, которые они выбрали. А раньше, говорит, мы становились лучшими игроками, потому что у нас была дворовая площадка и поле для креатива. Мы придумывали все эти комбинации, которые мы потом разыгрывали на льду, на футбольном поле, кстати, Пиле тоже давал интервью. И это как раз про то, что сейчас эта доля креатива уходит. Мы втаскиваем технологии, говорим, слушай, ты будешь вратарем, нет, ты будешь там центровым, ты будешь нападающим. И дети такие, как зомби, программированные, начинают в этом направлении двигаться. Я вижу, ты нажал кнопку. Самое главное, чтобы мы наших детей направляли куда-либо на основании тестов, которые были построены на тестировании нескольких сотен, третисотно, как бы жестко-то не звучало, юных спортсменов, основание этого куда-то их не направляли. Там, в том месте, где вы говорили, там никакого отношения к спортсмену не имеет, мы все прекрасно это понимаем. Ни одной батареи тестов для спортсменов высокого юных, юных спортсменов высокого уровня нет. Нет. И вопрос идентификации таланта или физической одаренности сейчас является наиболее острым в мировой литературе. И у нас в стране до сих пор проблема эффекта относительно возраста не решена. Вот кто знает, что такое эффект относительно возраста? Эффект относительно возраста, relative age effect. Ну, как угодно. Ну, relative age effect в английской литературе. Самая горячая тема в последние лет пять. В мировом спорте, в сококурентных видах спорта. То есть, наоборот, снижает скорость и акции? Нет, нет, наоборот. Вы знаете, знаете, кто в российском футболе и в хоккее больше всего, какие знаки зодиака самые, больше всего, больше всего знаков зодиака? Нет. Назовите какие знаки зодиака. Прямо четко. Вы можете три вида, три знака зодиака можно назвать? Я знаю. Кодолин. Не, не, не. Вы же это обосновывайте, почему тогда-то. Какие? Овен. Овен. Дальше. Я говорю, Овен. Нет. Кто еще? Главное дело. Прогадение. Первые три знака зодиака. Козирог. Дальше кто? Там рыба, да, идет? И Овен. А знаете, кого меньше, кто на какие знаки зодиака наименее приспособленные к футболу, хоккею? Стрельцы. Нет. Последние три знака, знаете, какие? Скорпионы. Кто дальше? Стрелец. И кто там? Весы. А знаете, почему? Вы правда думаете, что это знаки зодиака так предрасположены? По идее, можно сказать, кто по знаку зодиака? Да. Ну, которые, вратарь будут футбольные. Мужиков с астрологией не очень. Ты неправильно. Давайте так, вы дату рождения, девочки точно городской почитают, они нам скажут, кто по знаку зодиака. А? Октябрь. Октябрь. У него, у него ноль шансов стать футболистом. Не потому, что он скорпион и не одарен. Пеле, скорпион, Марадону, скорпион, там, Блохин, скорпион, Бомбасу, скорпион. Знаете, почему? Потому что футбол наряду с хоккеем, это описано в 1984 году, коллеги, является одним из двух наиболее высококурентных видов спорта с ранней специализацией, куда приходят 6-7 лет. И приходят дети по годам. И ребенок, рожденный в январе и феврале, гораздо более физически одарен, чем рожденный в октябре и ноябре. Если вы посмотрите составы сборных команд России юношеских по футболу и всех ведущих европейских команд, 7% рожденных в последние 3 месяца, 55% рожденных в первые 3 месяца. Нам бы эту проблему бы решить. Когда приходите в 6 лет с тестами, вам говорят, знаете, мне как в футбол, в футболке, футбол. И дальше идешь. Понимаете? Это проблема только тех видов спорта, где ранняя специализация идет и высокая конкуренция. Поэтому у нас в Академиях Локомотива в первых 3 возрастах сейчас, вот сейчас в Академиях Локомотива отдать ребенка, 0-0 детей в первых 3 возрастах, 0 детей, рожденных в первые последние 3 месяца. И 80% детей, рожденных в первые 3. Почему? Пришел бегемотик январский, с кем он конкурировал? С декабрьским. В 6 лет разница в 11 месяцев, она катастрофическая. Но он не может банально делать то, что он может сделать. Все. И у нас тысячи, десятки тысяч детей уходят. Просто сам охранник там, потому что их 8 лет в футбол уже не придешь. Уже поздно. Хорошая Академия, они уже ушли дальше. Куда мы идем? Все. Эдуард, банальность, я уже понял, но на самом деле, насколько они критичны оказываются с точки зрения развития спорта. Я всегда знал, астрология это самый доходный бизнес в нашей стране. И я не шучу, там миллиарды. Это еще к вопросу, правильным ли мы делом занимаемся. И тем ли мы, да. Друзья, у нас время вообще прям тает на глазах. Я хотел бы передать возможность задать вам вопросы нашим экспертам. Поднимайте руку, если у вас есть вопрос, представляйтесь и не путайте, пожалуйста, комментарии с вопросом, чтобы всем дать возможность. Пожалуйста, первый ряд. А, вот здесь девушка, да. Можно вот нашим? Я могу свой передать? Две минуты у нас даже, да? На каждый вопрос или всего? Вообще всего две минуты, да вы что? Спасибо большое. Сейчас я как раз микрофон экспертам передам. В первом ряду здесь можно? Я хотела задать вопрос. Пожалуйста. Да. Мне, в принципе, интересно. У нас просто предыдущие лекции были про то, как сохранять длительность жизни и ее качество. И я знаю, что профессиональный спорт этому не способствует. Мне просто интересно. Профессиональный спорт этому не способствует. Вот. Мне просто интересно, зачем люди им занимаются. И я не к тому, что это плохо. Просто действительно у меня будут дети, и я стою перед выбором. Я по-другому. Спорт вреден или полезен? Профессиональный. Профессиональный. Хорошо. Кто готов ответить? Пожалуйста, Ирина. Давайте начну. Мы с Эдуардом быстро. У нас очень мало времени, поэтому представитесь коротко. Да, но на самом деле однозначно такой тезис нельзя выдвигать, что профессиональный спорт вреден. И есть публикация, которая показывает, что продава в жительной жизни, например, высоко коррелирует с максимальным потреблением кислорода. Это такой параметр, который определяет выносливость, если говорить простым языком. И, соответственно, этот параметр показывает, что, например, белогонщики в среднем живут дольше, чем люди, у которых максимальное потребление кислорода ниже. Соответственно, все очень индивидуально зависит от вида спорта, зависит от генетики и от того, что в человеке заложено и как с ним работают на протяжении всей его спортивной карьеры. Можно и здорового человека в любительском спорте так угробить, и ко мне приходят и после триатлона, или готовясь к нему и после марафона, что тренеры настолько некомпетентные в любительском спорте, которые любителей загоняют или тех, которые только начинают заниматься спортом или детей загоняют туда, где они не должны оказаться с точки зрения здоровья. Поэтому я, наверное, абсолютно против такой однозначной формулировки, что профессиональный спорт вреден, любой спорт вреден или любая деятельность вредна, если ей заниматься не совсем корректно и осознанно или неосознанно приносить себе вред. Все хорошо, в меру. Спасибо за вопрос. Последний вопрос. Пожалуйста, здесь. Какой самый популярный допинг футболистов? По данным антидомингового агентства в мире, в России там всего 7 проб было за 11 лет положительных, там к статистику не приведешь. Там у двух девочек форосемид нашли, кого-то нашли металлогистонамин, это единичный случай, марихуана и все. По миру, по миру на первом месте идут психостимуляторы в футболе, в мире идут анаблические стероиды, на втором месте идут анаблические стероиды футболисты, на третьем месте идут глюкортикоиды и много лет шла марихуана, но с 14-го года порог разрешенный резко повысили, поэтому некоторые наши обстоятельства говорили, вот видите, какая работа ведется классная, в спорте, по профилактике, меньше стали травокуров, меньше стало. Конечно, порог подняли в 10 раз, конечно, их стало меньше, конечно, вопросов нет никаких. психостимуляторы, психостимуляторы. Спасибо за вопрос, здесь, пожалуйста. Последний вопрос, потому что у нас закончится. Меня зовут Евгений, Эдуард, опять вопрос к вам. Вы сказали о банальных ошибках, которых много и которых нужно избегать. Почему вы еще не создали какой-нибудь ресурс, куда детские тренеры или без руки или еще кто-то могут заглянуть и исключить сразу какие-то ошибки, ну вот гусиный шаг, банальный и прочее? По одной простой причине, по одной простой причине, что в сутках всего 24 часа, в сутках всего. Я одному самому руководителю, но не самому главному, они, кстати, максимально вменяемые, а вот кто под ним? Знаете, мне от вас требуются три вида помощи. Ну то есть, ну помогите деньгами и временем, ну это идеальный вариант, я на него даже не рассчитываю. Второй вариант, просто можно не мешать. Вот не мешать, я сам все сделал. Вот коллега говорил, Олег, да? Олег говорил по поводу, он видел плакат РФС, он два плаката видел. Это, эти плакаты лично, моего, ну текст, все там, это вот я делал, как раз у нас высвучили 6 плакатов, там есть как готовить, как правильно выбирать обувь, бутсы, стрессение мозга, первая помощь, антидопинговые правила, уже 6 плакатов есть. Вот это как раз та серия, поверьте, все это есть, все это есть. Есть программа РФС, разработанная с Адидасом, вложили кучу миллионов рублей, может даже евро. Программа подготовки детей 10-14 лет. На вопрос к тренерам, кто слышал, она на сайте РФС, в открытом доступе 6 лет висит. Открываете, и по дням расписано, что надо делать, по дням. На вопрос, кто о ней слышал, полтора землякопа подняла руку, а кто видел ее, просто открыл все же, ноль. Поэтому здесь ресурс открывай, не открывай, пока мы не начнем это насаждать, реально не начнем насаждать как-то силой, у нас эта беда будет происходить. У нас дети умирают, потому что у нас АКГ расшифровать не могут, а мы говорим о том, что... Субтитры сделал DimaTorzok